Привет, ребята, с вами Ультра Сезур Лейн, и сегодняшней темой видео является обзор патча от 4 января для англоязычных серверов. Для начала поздравляю вас с наступившим Новым Годом, и разработчики решили тоже нас поздравить дав 300 гемов. Это просто немыслимая щедрость, учитывая, что гемы они обычно раздают в крайне редких случаях, а тут на тебе 300 гемов. Все это можно будет получить за спешл логин бонус, типа логинитесь в игру в течение нескольких дней, получаете там сначала вроде 100 гемов, потом 200, и рентал аунфит ваучер. Короче, играя на вот этот вот скин, можно будет получить аренду на 2 дня и иные награды. Уж не знаю, почему им именно понравился скин на принца Хайнриха, но, блин, какая разница, какая нафиг разница, дают 300 гемов. Халявные 300 гемов, ребята, когда такое в последний раз было? Только когда что-нибудь ломалось, хотя они в последний раз перестали вроде выдавать за задержки и проблемы гемы, поэтому теперь только с годовщин можно получать. Ну и вот сейчас мини-ивент, в котором можно будет получить скин на Бёрнингем, хороший, прикольный, замечательный. В Коршопе начнет продаваться скин на Кисараге, именно в Коршопе, за кор деньги, так сказать. С японского почного-то говорили, что также в магазине за медали, медали чести, вот эти вот, теперь, значит, можно будет, ну, которые за разбор дают. Теперь можно будет купить чертежи для прототипов пятой волны, а не четвертой. Но, правда, в нашем глобальном почноуте об этом ни слова, или я как-то неправильно смотрел, фиг его знает, но он очень маленький, этот почноут. Ну, уже не впервой так на японском говорят, а у нас нет, так что вполне возможно это тоже будет у нас сейчас шикарно. Ивент на Гуам, на Зайку Лафи, все это подходит к концу, скины все выводятся, кроме тех скинов, которые были введены на неделю позже. Они, соответственно, будут и выведены неделю позже, так что у нас еще есть время, что называется, затянуть пояса потуже и приобрести скин на Кирсрач, который выглядит просто офигенно. Из планов через патч. Через патч у нас, получается, будет реран, лайт реран ивента Tower of Transcendence. Это, соответственно, ивент на Олирика фон Гутена, крутую, шикарную неформалку-немочку, вы ее хотите получить, поэтому вот, пожалуйста, шикарная, замечательная тяночка, и она у нас будет через неделю. Ну, или как там следующий патч будет. И, что более важно, разработчики где-то там, в светлом отдаленном будущем, в середине января, предположительно, 18-го, говорят о том, что Нью-Джерси и Шинана, по которым уже были лайт рераны, радужным кораблям, ультр-редким, вот, соответственно, их нас сейчас будут вводить в общую гачу. И в этой общей гачи мы, вроде как, будем получать очки гачи, то есть каждый раз, когда мы крутим, там, один куб, получаем одну очко, ну, с лайт гачи. Два куба крутим, два очка получаем, и, в конце концов, мы копим вот это вот количество очков, видимо, 400, судя по всему, должно быть, и получаем одну из двух тянок на выбор. Это пока так в общих чертах было сказано, пока это не точная информация, он супер-пупер, но, тем менее, новость шикарная, держите ее в уме. Так что, хоть сегодня и праздничный день, патч внезапно оказался очень информативным. В принципе, это все, что я хотел сказать по данному вопросу, всего хорошего, удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok